Сегодня мы приготовим очень вкусный, ароматный, аппетитный открытый пирог с капустой и с грибами на полезном тесте. Замешиваем тесто для нашего пирога. Нам понадобится 250 г цельнозерновой муки. Очень полезная мука. Добавляем сюда 100 мл воды. И начинаем потихонечку замешивать. Чуть-чуть помесили, соединив муку и воду. И добавляем оливковое масло. 30 мл оливкового масла. Есть. И теперь тщательно-тщательно вымешиваем. Нам нужно всё тесто собрать в один шар. Присоединяем муку в общий шарик. Вот такой у нас комочек теста получился. Всё лишнее убираем. И теперь наша задача раскатать его в очень-очень тоненький пласт. Это такая, я бы сказала, не совсем лёгкая. Нужно приложить некоторое физическое усилие. Потому что тесто раскатывается не очень-то просто. Но получается очень вкусно. Так, вот смотрите, какая у нас лепёшка. Не без труда получилась. Тоненькая. И теперь мы её аккуратно перекладываем в форму. Должны... Форма у меня 26 см. И должны быть бортики. Займёмся начинкой. Для начинки нам нужна большая луковица. Мы её нарежем вот такими тоненькими полосочками. И отправим обжариваться на сковородку. Сковородку я уже поставила разогреваться. Вот у нас так много лука получилось. От количества лука зависит, насколько вкусным будет наш пирог. На луке не экономьте. Потому что лук с грибами и с капустой тоже очень здорово сочетается. Сковородка у меня разогрелась. Я добавлю буквально чайную ложку, даже пол чайной ложки оливкового масла. Смажу сковородку. Теперь отправляем весь наш лук обжариваться на сковородку на среднем огне. Он должен зазолотиться и зарумяниться. А пока обжаривается лук, мы займёмся грибами. Здесь у меня 200 г грибов. У меня лесные грибы. Вы можете использовать шампиньоны, например. Они уже порезаны, но я хочу их чуть помельче порезать. Они пойдут к нам в начинку. Вообще, этот пирог я сейчас делаю вместе с грибами и с капустой. Но также я делаю его отдельно с капустой и отдельно с грибами. Всё то же самое. Просто вы заменяете грибы на капусту или капусту на грибы по объёму. А всё остальное в тех же самых пропорциях остаётся. Все те же ингредиенты. И тот, и другой пироги получаются очень вкусными. Так, теперь к луку добавляем грибы. И обжариваем их минут 8-10. Шампиньоны можно обжарить меньше минут 5. Достаточно будет. Теперь порежем тоненько белокочанную капусту. Вот такой небольшой соломочкой. Есть. Вот наша капуста. Она после тепловой обработки уменьшится в размере. Мы закладываем её к грибам. Есть. Наливаем немножко воды, потому что мы её будем тушить, а не обжаривать. Наливаем немножечко воды. Следите, чтобы полностью вода не испарялась, чтобы у нас ничего не подгорело. И нам понадобится минут 10-15. Зависит от того, какая капуста. То есть, капуста свежая, нужно меньше времени, а зимним сортам капуста чуть побольше. Итак, накрываем крышкой и отправляем на маленький огонь. Итак, вот наша капуста с грибами готова. Теперь нам осталось добавить всяческих специй и трав. Начнём с чеснока. Возьмём один зубчик чеснока, его раздавим. И мелко-мелко порежем. Вот здесь, мне кажется, принципиальный вопрос. Лучше чеснокодавкой именно в данном случае не пользоваться. А мы сделаем мелкий-мелкий кубик. Есть. И отправляем чеснок к нашей капусте с грибами. Есть. Теперь добавим свежую зелень. Здесь у меня пол пучка петрушки. Стебельки нам не нужны. И теперь нам осталось добавить всяческие специи. И самое главное посолить, так как мы ещё не солили. Меньшу капусту. Добавляем соль. Солить нужно как следует. Есть. Теперь добавим тмин. Тмин замечательно сочетается с капустой. Нам будет достаточно пол-ложечки, даже чуть меньше. Добавим тимьян. Еле открыла. Добавим тимьян. Тоже примерно половина чайной ложки получится. Вот так. И чёрного молотого перца. Всё шикарно у нас готово. Всё это тщательно перемешиваем. Пока отставим в сторону, пусть чуточку остынет. А мы пока займёмся заливкой. Для заливки нам нужно 3 яйца. 1,2 и 3. И 100 мл молока. Чуточку посолим. Пару щепоток. И всё это просто взболтаем. Венчиком тщательно соединяем. Всё. Достаточно до пены, чтобы пена образовывалась нам не нужно. И нам теперь осталось только потереть маленький кусочек сыра. Здесь у меня грамм 30 простого полутвёрдого сыра. Мы сверху посыпем сыром, чтобы наш пирожок был золотистого цвета приятного. Кстати, можно, в принципе, это пропустить. И всё равно корочка будет образовываться приятная. Но с сыром, конечно, красивее будет смотреться. Возвращаемся к нашему тесту. Так, выкладываем всю начинку. Она чуть-чуть подостыла у нас. Распределяем её аккуратненько. А теперь очень важный штрих. Нам нужно тесто, которое лишнее, вот, бортики, обязательно обрезать. Потому что в духовке оно сильно очень зачерствеет. И, в общем, только грызть его можно. Так тесто получается вкусным. Так, вот. И вот. Делаем такие небольшие, чтобы у нас не единым это слоем было. А вот, чтобы было куда заливки проникнуть. Есть. И теперь аккуратно ножичком подрезаем лишнее тесто. Вот так. Лишнее убираем. У нас теперь аккуратные бортики получаются. Так. И вот так. Отлично. И заливаем нашей заливкой. Всю-всю заливку аккуратно распределяем. Так. Теперь я всё это дело чуть-чуть вот так. Как будто перемешаю. Чтобы у нас заливка проникла внутрь, во все-все дырочки. Всё. Есть. И осталось нам посыпать сыром для красивой корочки. Отправляем в духовку. Разогретую до 180 градусов нам понадобится минут 20-25. Пирог должен покрыться красивой корочкой от сыра. И он будет готов. Пирог получился. Так. Прикладываем. Оп. Так. Вот такой у нас замечательный, красивый, ароматный очень пирог получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...